Всем привет, друзья! Сегодня мы будем готовить ребрышки по-канадски. Для этого нам нужно сначала сделать вкусный маринад. Для этого потребуется сухой чеснок, молотый перец, также приправа к ребрам подойдет разная, куркума, паприка, соль и тростниковый сахар. Для того, чтобы еще добавить вкус, правильный канадский, добавляем томатную пасту и соевый соус. Также не забываем про то, что мы добавляем яблочное пюре. Это детское яблочное пюре. У кого есть время побольше, есть возможность запечь яблоки в духовке, а потом их на блендере перемирить. У нас времени нет, поэтому мы взяли детское пюре. Для того, чтобы был в маринаде такой кисло-сладкий вкус, сейчас мы все ингредиенты смешаем и будем мариновать наши ребрышки. Предварительно мы их уже порезали, сейчас будем готовить маринаду. Перед тем, что начинаем мариновать, обязательно нужно промывать наши ребра. свиные. Свиные, имею ввиду. В тюбике, как для космонавтов. Получается у нас на 3 килограмма выходит 800 грамм яблочного пюре. И добавляем 2 по 70 грамм. Считаю, что 2 столовые ложки томатной пасты. Также следующая по очереди идет у нас наша приправа. Приправы добавляем. Красивый кадр сейчас будет. Смешивается все. Отлично. И добавляем 5 столовых ложек суроевого соуса. Для того, чтобы у нас хорошо все перемешалось, это все будет хорошо. И начинаем перемешивать. Это все превратилось в арно-равлую массу. Пахнет уже очень интересно и вкусно. На самом деле. А сейчас добавим лимон. У нас лимон большой. Вот так вот надо подавить. Большой. Добавляем половинку. Есть. С одной стороны. И потом с другой. Добавляем. И для процедуры. Также приготовили побольше резервуар, в котором мы будем мариновать. Буквально для этого нужно мисочка, чтобы там все замесить. И в дальнейшем уже переложить в более большую посуду, чтобы они там хорошо промариновались. Нужно мариновать где-то 2-3 часа, если есть возможность, с вечера сделать маринад. И чтобы постояла сутки, тогда они будут вообще мягенькие. И таять во рту. Все, есть. Это мы сделали. Ну и сейчас будем смешивать наши ингредиенты, для того, чтобы делать наш нормальный. Огромный плюс, что это является и маринадом, и одновременно создателем корочки на наших ребрах. Огромный плюс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Диана Тorzok А наши ребрышки уже замариновались. Их можно потихонечку доставать и укладывать на фольгу. Первый слой делаем для того, чтобы был плотный и не развалился. Второй слой мы уже укладываем на фольгу. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Диана Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дополнять для корочки Еще дополнительно наш маринад. Поехали. Перед тем, как ставим наши ребрышки, нужно хорошенько взбодрить угольки, чтобы они хорошо перемешались и равномерно давали нам жар. У всех все красиво получается, правда? У нас должны быть каналы, там, где получается... Вот так! Все. Проходим через центр взбадривать угли. Ух! Жаришка! Ну что, выкладываем? Да, давай. Первая у нас в очередь идет большая. Сейчас мы ее кладем в последние. Я думаю, давай вот так. Нет, вот так. Здесь его. И вторые две половинки. Там где-то меньше ребры. Тоже выкладываем. На наш портал. И поехали. Естественно, теперь накрываем. И засекаем 40 минут. Для того, чтобы приготовились на трех. Будет супер. Пока ждем. Вспомним популярного. Только мы это делаем на мангал. Ой, там им хорошо томиться. Нашим ребрышкам. Прошло 20 минут. Мы сейчас будем переворачивать. Потом раздуем. Чтобы был жар нужен для приготовления. Начнем с этого. Чувствуется. Чувствуется. Чувствуется уже все. Процесс идет. Так, давайте маленькие сначала сделаем. О, росло. Нам сейчас главная задача, чтобы внутри оно все прогрелось. И можно так сказать, приготовилась, но без корочки. И в дальнейшем у нас будет корочка, консервация. О, росло. О, росло. О, росло. Создавать наши ребрышки. Чтобы они у нас были мягкие, сочные. И было так, как мы хотели по вкусу. Поэтому уже стемнело, но мы доготавливаем их на нашем мангале. Жара достаточно. И сейчас мы перевернули. Опять же они такие остаются в фольге. Накрываем. И оставляем их еще на 20 минут. Чтобы они у нас доготовились. Отлично. Они уже полностью готовы. Ну как полностью. Еще без нужной для нас корочки. Пока выкладываем наше блюдо. Уже шикарно. Пахнет. И по готовности чувствуется, что все окей. Можно готовить или для себя. Проверить. Да, по готовности все хорошо. И сейчас будет финальный наш заключительный тайм. Тогда мы будем делать самую вкусную корочку по канадской технологии. Проверить. Прогреем угли. И закрываем. Наша плата готова. Выкладываем на гриль. И сейчас мы будем делать для них. в самую вкусную корочку. В корочку. В корочку. Всем пока. В банк. В банк. В банк. Их. В банк. В банк. В банк. Можно при ложечке накладывать наш маринад. Здесь нужно работать полностью все участки наших ёброчек. И с этой стороны также. Варинада. 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 Варинада.